Здравствуйте, товарищи! Сейчас подождем, подождем. Спасибо. Приятно Вас видеть. Значит, мы с Вами продвигаемся поглубленно и тщательно рассматривая те положения, которые являются объектом нашего анализа. И вот остановились мы на 36-м, на Фейербахе. Фейербах сводит религиозную сущность к человеческой сущности. Это мы все усвоили, по-моему, достаточно хорошо, и это не требует нам комментариев. Но сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений. Так, кто этого не понимает? Все понимают? А Вы знаете, что такое действительность? Сергей, действительность что такое? Тут же сказано, в своей действительности Вы кивнули, что Вы понимаете. И, соответственно, раз Вы понимаете, то я и спрашиваю. Я сказал, что я не знаю даже, что есть относительно сущность. А, не знаете. То есть Вы не знаете, что такое действительность? Или знаете, что такое действительность? Я не знаю, как в Венбаке или Марс. Нет, что такое имеют люди в виду, это, так сказать, не наука. Мало ли еще, кто имеет в виду. Тут вопрос не об этом, что кто имеет в виду, а вопрос о категории действительности. Категория действительности Вам известно? Что Вы знаете, где определяется... То, что нам дается в честных ощущениях, будет предлагать. Что я верю, что я совершил. Ну, а где Вы взяли такое определение действительности? Не знаю, как это было. А где вот брать определения, такие как существование, явление, действительность? Где бы Вы, скажем, если к Вам обратились, как... Я бы владел собой собственного. А? Я бы владел собой собственного. Казахстанский что? Я бы владел, но это определение своего опыта. И свой опыт, а у Вас есть опыт? А какой у Вас опыт? Ну, опыт, пока я вот вижу, что Вы не знаете, что такое действительность. Какой у Вас опыт? Как Вы его возьмете? Как раз тогда, когда Вам надо сказать, что это такое, Вы как бы полагаетесь на свой опыт, в котором как раз этого нету. Как-то это нелогично получается. Правда? Значит, вот... Основные категории философские, которые употребляются Марксом, понять, откуда вот эти категории берутся. Ну, вот категории материалистические можно найти в Фейербахе, а категории диалектические, диалектические, к которым относится действительность, они задерживаются в науке, логике Гегеля. В частности... Девочки, кто-нибудь подойдите, запишите здесь. В частности, категория действительности является одной из последних категорий сферы сущности. Это учение о сущностях. Вторая книга науки логики. Учение о сущности. А вообще в учении о сущности такие категории, которые рассматриваются, я сейчас вам их перечислю. Это рефлексия. Рефлексия. Которая, по сути дела, представляет собой развернутую видимость. Но видимость не как нечто поверхностное, а как видимость самой сущности и как движение в самой сущности, которое ее определяет. Там есть определяющая рефлексия, полагающая рефлексия, предполагающая рефлексия. Затем рассматриваются такие категории, как торги, различия, противоположность, противоречия. Потом идет рассмотрение основания. Всякое, так сказать, как бы удваивается рассмотрение того, что вы рассматриваете. Я вас спросил, откуда вы берете. То есть я от вас пошел к основанию. А вы сказали, я беру это из своего опыта. То есть ваш опыт – это основание, а вы – это основное. Как бы. То есть удваивается это рассмотрение. И вот мы различаем, что является основанием чего-либо, а что является основанным. Основание основано. Основание является тем, что проявляется в основанном, а основанное, оно вытекает из основания. Есть еще одна категория там, такая, которая называется основа. У нас часто говорят, вместо основания – основа. Не разбирают, что основа, что основание. Когда мы говорим основа, это безразличная основа. То есть вот на этой основе можно построить и то, и другое, и третье. То есть она не проявляет себя в основанном, а что угодно. Знаете, как заброшенные фундаменты. Вот стоит фундамент. Сейчас много таких. Дом начали строить, потом бросили. Потом прошло 10 лет. Через 10 лет посмотрели и построили на нем совсем не то, что собирались строить. А если вы возьмете, скажем, здание исторического нашего и философского институтов, то у него есть все фундамент, да? Но это фундамент именно этого здания, а не фундамент вообще. Не просто основа. Основание вот этого здания. А следовательно, вот это здание основанное на этом основании. Дальше. Дальше идут такие категории, как существование. Вы существование отличаете от бытия? От того, что есть? Вы есть или вы существуете? Или вы и есть, и существуете? А? Вы есть, да? А можно сказать, что вы существуете? Вы различаете эти высказывания? Да, есть и просто есть. Если существует, значит, я проявляюсь в это. Как? Если я говорю, я существую, значит, я проявляюсь в это, как вы будете. Вот так. Ну, то есть, что-то большее вы говорите, чем то, что вы говорите, я есть. Правильно? То есть, сказать, я есть, это самое малое. А вот я существую, то есть, что-то вы еще к этому добавляете. А что добавляется к этому, когда мы говорим о существовании? Кто-нибудь может сказать? Что говорит ваш философский опыт? Это изменение, как правильно. Мы изменяем. А? Ну, если мы существуем, то, то, ну, добавляется изменение, то есть мы постоянно изменяемся. Здравствуйте. Так. Так. У нас философия, она наука или гадание, как вы считаете? Гадание или наука? Наука. Ну, если наука, а наука это что? Понимаете? Ну, вы, наверное, заметили, что мы с вами, как идем, никаких слов, таких, которые мы не знаем, мы не употребляем. Или если употребляем, то тогда, если мы не знаем, то мы что делаем? Ну, восстанавливаемся. То есть мы расстаемся с детством сейчас с вами. В каком смысле с детством? В том смысле, ну, дети, если они повторяют слова, это очень хорошо. Я сейчас внучку свою трехлетнюю учу, чтобы она сказала «чунище», а она говорит «дусище». Я скажу, ну, скажи «чу», она говорит «чу», скажи «ди», 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 ну, скажи «ще», она говорит «черт». Вот это она, как сказать, увиливает, и все. Ну, мы-то с вами сейчас находимся, ну, не сказать в преклонном возрасте, а наоборот, ну, по крайней мере, детство заканчивается, согласны? На третьем курсе заканчивается детство? Ну, вот. Будем считать, что вот этот курс, можно так на него смотреть, Март, Энгельс, немецкие дела, а можно смотреть все это в завершении нашего детства. В том смысле, что мы больше не просто говорим, а понимаем, что говорим, а понять, согласно Энгель, это выразить, в понятиях. Ну, в тех понятиях, которые мы понимаем. Ну, вот я спросил вас, что такое наука. Я думаю, что вы, то, что вы это слово употребляли тысячу раз, это само собой понятно. Но сейчас наступил такой момент у нас, когда мы анализируем, а что такое наука? Вот кто скажет? Вот и не скажите, что мои претензии уж такие чрезмерные. Безмерные, да, вот, вы же уже в сфере науки находитесь, правильно? Уже третий курс. Наука – это теоретически систематизированные взгляды на окружающий мир, основные на данных мужских сферах. Это взгляды. Видите, какая у вас будет? Я понял так, из вашего сказания, что это какие-то взгляды. Взгляды и наука. Вообще, это взгляды или знания? Это разные категории же, правда? Взгляды у меня одни, а вот знания у меня нет. А взгляды у меня есть. Вот я на вас взгляну и вижу, что вы не сказали, что такое наука все равно. А взгляды… И вы можете на меня взглянуть. То есть, я не скажу, что это неправильно, это просто недостаточно. То есть, это вы высказали такое суждение о науке, оно правильное. В том смысле, что да, про науку это можно сказать. Но это не определение науки. А мы чего добиваемся сейчас? Что вот если мы спрашиваем, что такое наука? Ну, себя. Я вас спрашиваю, ли вы сами себя спрашиваете. Это как бы то же самое. Я же ведь спрашиваю не от себя, а как бы и от вас. То есть, речь-то идет о том, что вы, если вы анализируете, то вы сами себя должны спрашивать, а что это такое? Давай и пошли дальше. Ну, что такое наука? А? Я создал определение сейчас, которое пришло в голову. Наука, как организованная система данных, способная прогнозировать время действительности. Мы собираем данные. Ну, второе я понимаю. Набор, что ли, данных? Набор данных? Система данных. То есть, данные, да, мы, если данные о температуре, отлажности у вас есть, и тогда можно прогнозировать, как все дальше будет, да? Так это прогноз погоды. Что тут так? Гесметио. Набирай гесметио. Явление действительности. Явление действительности. А что, погода не явление действительности? Погода, но науке тоже наука. Тоже наука, да? То есть, это подходит к погодам. Ну, вам нравится это определение науки? Ну, может быть, здесь я еще лучше, но я тоже думаю. Я думаю, что есть лучше. Ну, не, ну, у нас, кстати, какая ситуация, здравствуйте? У нас же не ситуация гадания, правда? То есть, как вот вы понимаете свое положение? Вы же начинающий ученый. Я так правильно понимаю? В становлении ученый. Значит, что должен делать ученый в становлении? Он должен, а, выдумывать как что-нибудь или основываться на том, что добыто прежними учеными. Или нет? Второе. Ну, вот вы хотите... Второе, конечно. То есть, вы хотите видеть далеко. Что для этого нужно делать? Встать на плечи гигантов. Если хотите, недалеко, то можно на плечи пигмеев, плохие книжки читать. А если ничего не читать, то вы будете видеть, что гадать будете. А наука и гадание, это же не одно и то же. Или там, ну, что-то вам сейчас вы выдумаете, чего науки нет. Но если речь идет уже о тех категориях, которые давно-давно устаканились, можно сказать, в науке, утвердились, то, конечно, тут надо их не выдумывать, это нужно изучить. И изучить, вот если я вам уже говорил, где находится система категории, которая нам постоянно нужна, постоянно для работы, мы без нее просто ничего не можем делать. Ничего. Ну, и вы это увидите. Вот как начинается что-нибудь, анализ. Самые элементарные вещи, мы застреваем. Потому что я спрашиваю, что такое действительность, вы что-то говорите, это не устраивает, и поехали мы разбирать. И чем они дошли до нее, до действительности, мы вернемся к ней. Значит, наука, и как и другие категории имеются, эти все категории в том произведении гениальном, которым называется «Наука логики» Гегеля. Вы будете ее читать, вы что-то не поймете, даже более того, сразу скажу, большинство вы не поймете. Трудное произведение. Как вообще наука? Вот Маркс, о котором мы сейчас изучаем, говорил, что «в науку нет широкой столбовой дороги, и только тот сумеет достичь ее сияющих вершин, кто, не страшась усталости, карабкается по ее каменистым тропам». То есть он не так, что он стоит у горы и, значит, гадает, какой вид с горы будет. Нет, он вот карабкается, карабкается, не страшась усталости. Ну вот науку, а в чем, надо сказать, вы скажете, а зачем это вот все это, карабкаться? Потому что там все гораздо проще и яснее, и легко запомнить. Наука – это система знаний. Можете записать. Погей, система знаний. Ну хорошо же. Не просто я вот, а если я много-много-много знаю, кто я? Скажите, пожалуйста. – Эрудит. – А? – Эрудит. – Эрудит или знахарь. Ну я знаю, если у вас голова завалит вот это, вот это, скушайте, если это, травку такую возьмите. Знахарь, они же много знают. Они ученые. Мы ученые и знахарь различаем. Почему? У них никакой системы нет. Это ничего. Но они уже заметили, что вот это вот, если употребляешь, будет такая реакция. Если вот это употребляешь, будет вот такая реакция. Они это знают. И это ценно. Вы против, знахарь? Я не против. Если люди знают, что они-то хорошо, ну я различать-то должен, знахарь и ученых. Ну знахарь им вообще-то степени не дают ученые. Но их вполне преднают в обществе. Они место свое находят, продают соответствующее там лекарство или добавки, которые от знахарей. И ничего плохого в этом нет. Система знаний. А система что такое? А система это комплекс. А комплекс это система. И поехали. Совокупность взаимосвязи. Совокупность взаимосвязи. А совокупность, слово плохое. Это как мешок, куда набросали все. Знаете, вот если у вас некогда собираться, чемодан не сложить, а на поезд надо уже бежать. Вы придете на две минуты, всего лишь на две минуты обождаете, а поезд уже ушел. Поэтому можно взять, накидать все. Всю совокупность того, что собирались аккуратненько все расложить, скинуть в этот метод и на поезд. А там уже вы разложите, когда будете сидеть. Вот наука, всякая наука, система знаний. Система знаний предполагает. А, начало. А вот когда вы что-нибудь начинаете. Начало предполагает. Если нет начала, это никакая не наука. Ну и, наверное, движение от начала к результату. Вот когда вы что-то начинаете. Вот когда вы сюда поступали, в институт философии. Вернее, вы поступали на философский факультет, еще не знали, что будет институт философии. Собственно, у вас это особенно и не касается. И нас это особенно не касается. Это касается только декана, а ныне директора. Вот у него большое преобразование. А у нас какие были? Никаких. И у вас никаких. Только название другое надо переписывать. Вот в начале. Что такое начало? Кто-нибудь скажет? Вот я вам, с одной стороны, задаю очень простые вопросы, которые освещены этим самым Гегелем, науке логики, простые. Да то есть я просто хочу вам сказать, что не я такой, что проумный, все это все выдумал из своего философского опыта. Нет, мой философский опыт состоит в том, что я прежде всего изучил те произведения, в которых есть соответствующие категории. Ну и я вам просто демонстрирую, что если вы этим обладаете, вот это вы изучили, то вы этим пользуетесь. Ну и мы с вами что делаем? Ну если мы уж идем, не просто как попугаи. Попугаи ведь тоже могут повторить что-то такое. А мы с вами изучаем. Начало, что такое? Вот никто же не скажет, что он впервые слышит это слово. Но я еще раз повторяю, мы расстаемся с детством. Если раньше к вам никто отредник не привел, скажите, а что такое начало? Это в час предъявляют. Что такое начало? Исток. Исток. И что вы... А исток что такое? Начало. И ходят по кругу. Ходит песенка по кругу, потому что круглая земля. Значит, начало – это относительная категория. Если вы что-то начинаете, значит, вы результат-то имеете уже в голове или нет? Ну вот когда вы пришли сюда, вы пришли в факультет философии. Вы же философию хотели изучить. Так? Значит, что такое начало? Это не развитый результат. Вот если вы этот результат не имеете в виду в самом начале, то это не начало. То есть начало не может быть самостоятельное такое, самостоятельное начало, которое не знаешь, с чего начинаете. Что вы начинаете? Я говорю, не знаю, с чего начинаю, но что-то начал. Так вы ломаете или строите? Что строите? Избушку строите, дворец строите, строите систему знаний. Что вы строите? А я не знаю, что строите. Главное, что я начал. Главное, что я не сижу, а вот у меня сувитас уедет Вот Горбачев знал, что он строит? Ему 85 лет отмечают сегодня А он еще не раз стрелян за уничтожение Советского Союза Печаль для всего советского народа Интервью дает, а вот зато реки, крови не пролились Как не пролились? Везде пролились У нас были и в Ташкенте события, и около Белого дома были события Если вы помните И в Приднестровье, как вы понимаете, там войска теперь встают Наши охраняют мир спокойствия в Таджикистане Как не пролились? Пролились А оценивается сейчас демографическая яма Сколько человек мы потеряли по сравнению с тем, сколько должно было родиться Ну, 40-50 миллионов примерно Ну, оставим его, он, так сказать, не ученый Хотя он написал книгу Новое мышление для нашей страны и для всего мира Знаете, как написал он книгу? Примерно так, что вы у меня все спичрайтеры А я сижу, и когда будет вас, спрашиваю, когда будет моя первая глава? Когда будет моя вторая глава? Когда будет третья глава? Когда четвертая глава? Когда пятая глава? Шестая, у меня семь глав и семь спичрайтеров Ну, в конце концов, когда я напишу книгу? Вы чего тут? Сколько, может, вам платят, вас кормят? Вы когда напишите мою книгу или нет? А как еще? Начальником аппарата был у Горбачева Болдин Он написал книгу там Про общение с Горбачевым И рассказывает, что ничего сам не написал Ну, ничего Ни одной статьи Так Начало есть, неразвитый результат Ну, хорошее же определение Ну, Сыглэй А? Ну, все равно Наш Ну, как в сравнении результат Она же как равна Не получается Равным Да Ничего равного Вообще Абсолютно равного Ничего нет Вот мы с вами равны, как люди Как нет Вы человек, я человек Вы что, не человек? Я-то твердо знаю, что я человек Это я от этого не отступлю А вы, значит, не человек А что вы так себя А? Или вы считаете, что я не человек? Зверь Ну, да Что такие вопросы задают Только эти люди Это не люди вообще Издеваются над студентами Задают такие вопросы Что такое начало? Я бы тоже таких убивал Просто на месте преподавателей У вас нет пистолета? А что вы пришли невооруженные? Сейчас время такое Так Ничего нет абсолютно Тождества Вот в той же книжечке Вы прочитаете Вы что не осуществите? Тождество Есть тождество различного Различие Это различного Тождественного Вот мы Мы разные Различные с вами люди Видите? Различные Но люди То есть тождественные А если А если это тождество То тождество различное Вы один человек Я другой человек И вы в науке, и я в науке Ну вы студент, и я, значит, доктор наук А разница есть? Ну, есть разница Но вы в науке, я в науке Я-то уже больше ничего такого не открою По возрасту А вы неизвестно К этому времени, когда у вас будет такой же возраст Может, вы сделаете гораздо больше Может, такой? Почему вы и нет? Ну, почему вы и нет? Так, возвращаемся А вы можете сказать, а что такое результат? Ну, то есть, я что-то, когда начинаю Я что имею в виду? Некую цель Тот результат, который должен получиться А если я этой цели Вот эти начинаются, если перестройка Давайте перестраивать Что значит перестраивать? Можно перестроить хлев в дворец Вот был хлев, вот у нас был Конюшни были Около Исаакиевского собора На Исаакиевской площади А теперь это что? Манеж Выставочный зал Ну, грубо говоря, вот конюшни перестраивали Можно выставочный зал Перестроить в конюшни Скажем, ставить вопрос Вот просто Давайте перестраиваться Как ставил Горбачев Это или глупость, или подлость Или хитрость Потому что нельзя просто что-то перестраивать Надо иметь какую-то цель Результат Какой результат? Начало этой деятельности Никакого результата То же самое Это у Парьерсина Реформировать давайте Вы еще не реформировались? Давайте сделаем реформу Помните реформу армии? Там и Дашкина привлекли Чтобы солдаты замерзли В его одеждах Что цель реформ? Какая? Реформировать А что такое реформировать? Форму менять Почему форму не поменяли? Причали опять в той же самой форме Ну ладно К вам нет претензий Вы можете А я чего-то не поменял Скажут У нас новая тема А я все опять В той же форме Что за ерунда? Что за задача реформировать? А содержание должно печься? Или на форме только? Форма тоже содержательная Правильно? Все должны там приходить А в философии изучать Подтянутые Это красивые Симпатичные Видно, что вы пришли изучать философию А не черти что Это понятно Форма содержательная Но все-таки мы различаем Одно и другое Возвращаясь снова Вы могли бы сказать Сейчас Что-то все промолчали К сожалению Что? Результат что такое? Что такое результат? Вот я ведь акцент сделал на том Что такое Вот Вот теперь Как бы сказал мой Дадыр Вот теперь тебя люблю И вот теперь тебя хвалю я Вот это другое дело Вот оно Вот она связь Результат Это развернутое начало А начало Это не разве Это результат Это парные категории Их нельзя И понять Вот если я сказал Жена Кого я имею ввиду? Что я имею ввиду? Если я говорю Жена Мужа я имею ввиду Но если она жена А если муж говорят? Значит жена есть Или я не прав? Если вот это потолок Потому что он противоположен полу А пол противоположен потолку Верх и низ Они только так связаны Их никак нельзя разделить Какой был бы этот верх Если бы не было вот этого Убрать это все Пол бы Был бы А то не было бы низ Это было бы и не пол А сверху там без дна Слово без дна Не назвали? Без дна Это без дна Так вот смотрел Это я так В Дамбай Товарищи меня завели На пятый уровень Кататься на лыжах Так вот посмотрел И представил там свои косточки И череп так очень Так лежат Кучкой И сказал Нет-нет Спасибо Я буду так Так-так-так Съезжал Так-так-съезжал Я так не покатился Как эти Так Значит мы знаем Что такое начало Что такое развернутый результат Так вот Наука Это система знаний А система Значит система Имеет начало И результат Если вам удалось Так построить Систему знаний Значит это наука А если вы набрали Много полезных Всяких сведений То вы Находитесь в процессе Накопления Материала Для создания системы Правильно Ну накопили пока Материал Но еще Причем Кому легче Создавать систему Простым наукам Или сложным Ну простым Вот например Философия уже Она Диалектика уже Создала систему знаний Политэкономия В лице Маркса В капитале Создала систему знаний Ни другой Такой книге Вы не назовете Где была бы система знаний Там система Всякие взгляды Есть Миллион всяких Существует В течении Экономической мысли Миллион А систему Одну построили То же самое Система диалектики Только в одной книге Наука логики Гегеля Я бы сказал Ну и хотите То читайте другую Ну вы можете Почитать малую логику Там та же система Но в сжатом виде А в сжатом виде Изучать студентам Сложнее Потому что Неподробно Не обстоятельно Это изложено Поэтому никакой Другой системы Там нет Вот Ну вот теперь Я возвращаюсь К тем категориям О которых я говорил В учении о сущности Это существование А существование Это не просто есть А есть С основанием С основанием На каком основании Здесь вообще Присутствуете Молодой человек Сергей На каком основании Здесь Видите Заинтересовался То есть Раз уже не просто То что вы есть Я и так вижу А на каком основании Здесь А? Я интересуюсь В том Чтобы Улучшить С вами Вот это уже Основание А еще На том основании Что вы студент Третьего курса И поэтому У вас есть основания Здесь быть А мало ли кто Здесь еще Сейчас придет Я же вас не проверял За четку Может вы и не студент А просто пришли Тут за компанию Все идут Говорю Бой Девушки говорят Ну а вот молодой человек Симпатичный Пошли с нами Он говорит А куда вы идете Да В институте А что у вас там А Марк Сангельевич Немецкое дело А пошли Я же не проверял вас Я вот Вы же видите Я еще не дошел Это и дойдет До этого дела Ну там ближе К окончанию А сейчас Сидит человек И сидит Есть Я разиспорю А вот на каком основании Это уже другой вопрос Тут основание Так вот основание Основание должно быть И условие Условие То есть та же сущность Как бы проявляет себя Или показывает себя Во внешнем проявлении Сущность В виде условий И вот там есть у Гегеля Такая замечательная фраза Которую Надо заучить всем студентам И запомнить Ну заучить Ну если запомнить Когда для какой-нибудь Сути дела Созданы все условия Она вступает В существование Такое сакраментальное Дескать Вот вы делаете Чтобы вам что-нибудь понять Разобрать Надо вот это сделать Вот это сделать Вот это сделать Вот это сделать И что не делаешь Все это не дает результата Правильно? Ну сложное что-то вы делаете Сложное И наконец Еще одно движение Еще одно условие Выполнили И Вот если вы будете Трудиться Трудиться Изучать Изучать Значит вы думали Я вам скажу Вы это можете не изучать Это можете не изучать А вы приходите сюда Я говорю Еще вот это надо изучать Еще Гегель надо почитать Вы смотрите на меня Такими глазами Мы и так уже много изучали Думали что сейчас Уже завершается А тут оказывается Еще накидывается Еще В наш научный рюкзак Еще накидывают Кирпичей Тяжелых таких Давай это еще Вот это и вот это Так вот И вот человек делает И делает И старается И идет такой Процесс накопления Количественных Возрастание Количества знаний Вдруг раз Скачок А скачок состоит В чем? Когда для какой-нибудь Сути дела Созданы все условия Она вступает В существование Вот вы выполните Все условия Какие надо И закончили Наш институт философии У вас есть сомнения Что вы закончите? У меня нет Потому что Мы уже знаем Какие надо условия Да и вы знаете У вас будет Выпускная работа Да Мы даже знаем Что сейчас придумано На выпускной экзамен Придумали Что будем принимать Не мы преподаватели А якобы Некие работодатели Потом обнаруживается Что Поскольку бакалавриат У нас Они специалитет Раньше были бы Вы специалисты И поэтому Ну если были бы работодатели Ну были бы вузы Которые Которые можете пойти Или еще какие-то Серьезные учреждения А поскольку бакалавры Не могут Работать в УДИ И не могут Пойти в аспирантуру И не могут По окончании Если они на государственной службе Уметь подчинение Больше одного человека Так вот так сделали Это реформирование Называется Так взяли И так Специалистов Подстригли Что они уже стали В некотором смысле С недостатками То оказывается Сидеть был кто Ну директора школ И представителя Общественных объединений Вот у меня есть Общественные объединения Заведующий капитал Спрашивает Михаил Иванович У вас какой-то есть Общественный Есть говорю Фонд рабочей академии Ну дайте реквизиты Мы там запишем Будут вписывать вам Что вы работали А это инициатива Нашего университета Вот всякие глупости Идут иногда сверху А иногда по инициативе И будет такая вот ерунда Ну ничего страшного Ну дело не в этом Дело в том Чтобы у вас знания были Правильно Вас что волнует Как это будет оцениваться Или важно Чтобы они у вас были Эти знания Надо чтобы были Верно Бытие Вот вы сразу выступили За есть За бытие Вот Бытие Итак Вот это существование А есть еще категория явления Я почему это вот О них говорю Это я сейчас подвожу К действительности Чтобы мы не думали Вот просто брякнул Человек слово Действительность и все Он-то понимает О чем он говорит А мы-то не понимаем О чем он говорит Явление Мы с вами различаем Явление и закон Вот каждое явление Имеет свой закон Так? У Гегеля это да Учение о существе показано Вот вы смотрите на море Так все волновывается На поверхности Буря, пена и так далее А в глубине Подводные течения Однозначные Однозначные Вот гольфстрим Течет и течет Течет и течет И омывает Европу Северную часть Поэтому там теплее Чем южнее Явление И закон А что такое закон? Кто скажет? Кто скажет? Вот идет соревнование Соревнование между тем Что вы скажете И тем Что скажет Гегель По этому же вопросу Может кто-нибудь Обойдет И лучше скажет Понятнее Проще Чтобы легко запомнить Вот кто-нибудь скажет Что такое закон? Это вы же законы изучаете Правильно? В философии законы изучают Да Законы в этой В культурологии Тоже есть законы Она же тоже изучает Она же не просто изучает Лишь бы что-нибудь Вы же случайности изучаете Лишь случайно Или закономерно изучаете Если случайно Нечего изучать Мало ли что случится С каждым может что случиться Почему мы будем это изучать? Это стихия А в этой стихии Через эту стихию Пробивает Своей себе Дорогу закономерности Да? Вот мы изучаем законы А что такое законы? Я бы сказал Закон Это причинно-следственная связь Купление Связь? Какая связь? Причина-следственная Причина-следственная Обязательно причина-следственная Да Закон Ома Какая там причина-следственная связь? Никакой У нас, когда я был на Матмехе Мы, чтобы выучить закон Кулона Песню пели Сила по Кулону Ку на Ку Сила по Кулону Ку на Ку Сила по Кулону Ку на Ку Деленая на квадратер Ну где здесь Причина-следственная связь? Чего здесь Следственная связь? Но запоминается хорошо Вот как Никакой причины-следственной связи Как запомнить число П Число П Ведь бесконечное Но там много знаков не надо Я, например, на память Помню 3,1,4,1,5,9,2,3 Это очень Для всех расчетов хватает Но чтобы мы запомнили По числу слов По числу букв в слове Такая была считалка Это я знаю и помню прекрасно Пи многие знаки Мне лишние напрасно Каждое слово берешь, считаешь сколько букв И ставишь следующий знак Это тройка Я Один Знаю Четыре И Один Помню Пять Ну и так далее Где тут причина-следственная связь? Кто вам это сказал? Плюньте ему в лицо Когда встретите Нет, я не утверждаю Что не может быть законов Которые выражают и причину-следственную связь Это и не выражают А вот между прочим Основание и основанное Причину-следственную связь Точно выражают А есть такие категории Причина А есть парная Какая категория для причины? Если уж вы это затронули Давайте Вы сами Сами открыли этот ящик Пандоры Какая парная категория к причине? На следствии Это вы отдельно будете сидеть Действие 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 Причина и действие Для каждого действия Ищется причина А причина Имеет действие А следствие бывает Или такое Которое я сказал Или следствие Как вот логическое следствие Ну логическое Это мы сейчас не о логике говорим А в жизни Причина и действие Да? Вот как вы думаете Это Вот тот вопрос Который я вам задал Это причина вашего высказывания? Или нет? Что причина вот вашего высказывания Вашей попытки Ответить на этот вопрос? Что является причиной? Это хороший ответ То есть причина Это является Ваше желание Освоить Правильно? Стремление к знаниям Вот что причина А если вы скажете Я потому отвечаю Что вопрос задали Вот задача такая Ну вы хорошо Сейчас вы меня знаете Поскольку меня никуда не денешь Вот пока у нас По расписанию А потом здоровайтесь А можете даже И не здороваться Мимо проходить Затвернулись И пошли так По коридору Что за кого Это не причина Вот причина То что вы сказали Это очень хорошо Вот вы уже чувствуете Вы уже поняли Куда мы вот углубляемся Дальше Значит Как определяется Закон у Гегеля Когда я это узнал Я уже никогда Другие определения не брал Потому что Ну и другие не запомнить И они не глубокие Закон это Спокойное объявление Спокойное Вот объявление Оно же все время Такое и такое И такое и такое А что в нем Спокойное Есть что-то такое Что при всех изменениях Вот вы можете Прийти в другой одежде Так Сделать другую прическу Можете покрасить волосы Можете сбрить волосы В конце А человек хороший Все равно Это закон А Как это все выглядит Это уже явление Правильно Как и написать закон Тире Спокойное объявление Это вы так меня спросили Как я позвонил на работу Своему сыну Он говорит Как вас представить Я тоже так задумался Как вот вы Я говорю Представьте меня Отец Ну как мне Представьте А моему коллеге С которым мы Собирали Ходили по предприятиям И просили деньги На газету Сейчас он заведует Кафедру экономической теории Нижегородского университета Тренируется сон Что он заводит Фирму Я спрашиваю А вы кто такой А он отвечает Это я генеральный Директор Фирмы Российский банан И сразу его соединили С генеральным Так Значит понятно Но это вот я почти подошел Уже Почти подошел К действительному А действительное Вот Сущность Она является Сущность является Сущность Закон является Сущность является А явление существенное Правильно? А вот Раз она является Значит на поверхности Нашей жизни На поверхности явлений Есть то Что соответствует сущности Согласны? Ну кроме того Что вы надели И в чем вы пришли И какие сейчас В голову Такие не очень глубокие мысли Приходят же и глубокие мысли Правильно? То есть прямо На поверхности явлений Может быть то Что соответствует сущности Вот это называется Выявленная сущность Не являющаяся сущность А выявленная Вышедшая на поверхность Знаете как бывает Самородки золотые Выходят на поверхность Хотя вот обычно Добывают золото В виде золотого песка А тут прямо Лежит самородок И все Бери его И переставай учиться На философском факультете Выявленная сущность Вот эта выявленная сущность Называется действительностью Действительностью У Гегеля Значит Хоть вы и записываете И это хорошо Потому что когда человек записывает Почему это хорошо? Когда человек записывает Он не просто потребитель знаний А он дает Голова ваша Дает команду Руке писать Поэтому это точно У вас запомнится То есть если рука пишет Не важно Пишет или набирает На компьютере Это не важно Важно то что Это не я вам сказал А вы отразили Это будет фейербаховский Созерцательный материализм Просто слушайте Да вот слушайте А когда вы записываете Это уже не я командую Вот что вы пишете Может вы пишете Лектор дурак Там дурацкие вопросы Когда это закончится Эта экзекуция Ну мало ли чего Я же не подсматриваю В любом случае В любом случае Вы даете команду Своей руке Делать то Сделать то Что есть уже у вас Есть в голове И из головы У вас выходит На бумагу Вот вы хотели Как говорится Стать ученым Так вот становятся Люди учеными Они создают Вы из головы Вы носите на бумагу То Что является ценным И научная работа В чем состоит Как вы будете делать Курсовую Дипломную Свою Выпускную Эквалиционную работу Из головы выносить Не просто потреблять В голову Брать 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 Но из головы Выносить Потом на бумагу И получить произведение Поэтому хоть и кажется Что я к вам Зря пристаю Как бы Мешаю вам жить Но Как выясняется У нас цель Это общая В общем Не только мы с вами равны Как люди Но и цели у нас Близкие Очень близкие Но не совсем Кто больше заинтересован В вашем обучении Вы или я Вы конечно Значит Как вы должны Меня досмотреть Это как на главную фигуру Обучения Или на второтепенную Мне прискорбно Это конечно знать Но я вынужден Констатировать Все Что все таки Преподаватель Но если вы Учитесь Вы учитесь Вы учитесь Не я учусь Вы учитесь Выгодить главная фигура Я здесь выступаю В качестве Вашего помощника Вам помощник Всегда не нужен будет Потому что Уже когда человек Сам начинает Самостоятельно В науке действовать То он постепенно Освобождается От таких помощников У вас будет Научный руководитель Вашей выпускной Коукционной работы Это мы вам гарантируем Так Если вы пойдете В аспирантуру У вас будет Научный руководитель Обязательно Хотя можно Допустимо Без научного руководителя Защищать кандидатскую Когда вы появитесь В докторантуру У вас научного руководителя Не будет У вас будет Научный консультант Что такое консультант Вы со мной поговорили И сделали по-своему Ну мало ли что Он сказал Сказал и сказал Вы же Что такое Докторская диссертация Человек новое Вносит в науку Фундаментальные Новое А такое новое Когда нету Такого второго человека Который бы это тоже внес Ну раз нет второго человека Кто у него может быть руководитель Никто не может руководить Кто у Гегеля был Вы говорите Может вы будете Гегеля номер два А вы требуете Научного руководителя Вот и все Так Вот понятно Значит Мы споткнулись На одном слове Я спросил Если бы вы сказали Что такое действительное Сразу Мы пошли бы дальше А вы не сказали Значит Мы вынуждены были Остановиться Остановить нашу телегу Снять там поклажи Перекусить Обсудить И теперь мы сможем Отправляться В дальнейший путь Правильно? Так И вот мы С первым абзацом Разделались Полностью Смотрите Фильмахт Сходит религионную сущность Человеческой сущности Это мы все знаем уже Это мы не повторяем Но сущность человека Не есть абстракт Присущий Отдельному Инв enslaved В своей действительности То есть Сущность Выступает Не просто сущность Человека Это Общественные отношения Это будет Бытие Нет Не это утверждается Вы утверждаете Сущность человека В своей действительности Есть совокупность Всех Общественных отношений Вот вы задумывались В том Сергей Что ваша сущность – это совокупность всех общественных отношений. В своей действительности. Чувствуете как? Вот так вы просто, Сергей, вот вы придете домой, а вы вот так вот со мной разговариваете, а вы хоть понимаете, кто я? Я ведь в своей... Вот так вот, так по виду я просто есть и есть. Сережа вам я. А вообще-то я в своей действительности я совокупность всех общественных отношений. А чего вы мне налили какой бурщ? Почему мало? Ну, так это же. Хоть какая-то польза должна быть от философии. Ну, хотя бы такая. То есть самые себя уважать же должны. Каждый человек. И так оно и есть на самом деле. Потому что только тогда человек становится человеком, его и считает за человека, когда он на работе или на учебе. Дома могут сказать, а иди туда, пошел туда. А человек выступает как человек, когда он выполняет свою общественную функцию. Сейчас у вас общественная функция какая? Судент учится. Учиться. Учиться, то есть приобретать знания, накапливать, набирать. Так что вы выполняете сейчас свою общественную функцию. Это очень важно. Так. Ну, с первым взаимом, я думаю, все хорошо. Дальше читаем Фейербах, который не занимается критикой этой действительной сущности. Ну, не занимается и не занимается. Он не обязан заниматься критикой, да? Оказывается, поэтому вынужденным. Первое. Абстрагироваться от хода истории. Ну, раз он не берет. Вот, если вы совокупны всех общественных отношений, да? В своей действительности. Значит, общественные отношения аж двигаются, изменяются. Поэтому вы неотделимы от хода истории. Чувствуете, еще вы приподнимаетесь. Что вы мне дали? Да, второе, что будет. Я неотделим от хода истории всего человечества. А что вы мне дали? Так ведь? Вот, раз. Рассматривать религиозное чувство обособленно. Вот, или изучать религию обособленно. Можно ли обособленно рассматривать от мира общественных отношений? Или нельзя? Нельзя. Это мы уже, так сказать, усвоили с вами. И предположить абстрактного, изолированного человеческого индивида. Может быть, человек быть изолированным. Ну, в голове можно представить изоляцию. Но какие бы ни были те самые отшельники, они могут изолироваться уже только потому, что они впитали в себя уже какую-то человеческую культуру. Правильно? Они умеют говорить. Они могут книги писать. Они могут книги читать. Они могут рассуждать. Хотя они изолироваться даже от того, что им приносят от всякой еды. Могут и сами как-нибудь прокормятся. Сами. Могут. Это могут. Так, второе. Поэтому у него человеческая сущность может рассматриваться только как род. Как внутренняя немая всеобщность. Связущая множество индивидов только природными узами. Кровно-родственные отношения. Есть у нас в нашем обществе? Есть? Есть. Папа, мама есть у нас? Есть. У кого есть, у кого нет? У меня нет. Это не значит, что у меня их не было. Ну, нет на сегодняшний день. Я даже вот пытался этим внукам своим сказать, что вот смотрите, как мне хорошо. Меня никто не может ругать. Ни папа, ни мама. И так смотрят. Видите, как мне хорошо? Все равно подозрительно смотрят. Неубедительно. Не убедил я их. Так смотрят, так. Нет, это что-то не то, он говорит. Явно. Ну, меня действительно некому ругать. Сейчас вот вам же, каждый преподаватель, это вот опять начинается. Экзамен, зачет. Потом, как? Я вот как стал, 35-й свой экзамен освободил. Как хорошо стало. Кандидатский. Нет, еще вам придумали. Если кто будет сдавать, еще у нас было три экзамена кандидатских. Еще максимум придумали. Дескать, вы напишите вопросы по своей диссертации и сдайте. Ну, если я по своей диссертации пишу вопросы, неужели я не сдам? Поэтому все эти люди максимум издают на отлично все, без исключения. Просто это ненужное дело. Вот ерундой занимается. Написать, потом сдавать, сидеть, изображать. Зачем? И вот когда вы сдадите все экзамены, уже не будет такого, что вы вроде как дурачок, а вот вроде перед вами какой-то умный сидит, и он вас спрашивает. Почему он может быть дурачок, но изображает из себя умно, он скажет, вы не так, вы не то. Нет. А вы на равных. Хоть мы с вами равны, но сейчас еще и не равны. То есть мы с вами равны, но не вы у меня же будете принимать зачет, я у вас буду принимать зачет. Вот вы правильно сказали, вот и равенствую. Здравствуйте, сказали только, что мы равны. Ну, равны, давайте пополам как-то. А вы уже сразу, вы будете ставить. Ну, есть такие вот преподаватели иногда, и я готов такую применить практику. Приходите вы на экзамен. Вы насколько знаете. Кто знает на пятерку, поднимите руку. Подняли, записывали. Кто на четверку, записывали. Кто на тройку, записывали. Кто на двойку, записывали. Подходите за зачетками. Я зачем я буду проверять? Вы же честные люди. Ну, все, записываем, ставим. Идите домой. Ну, те, кто двойки получили, те придут передавать. Ну, они же сами понимают, что надо подготовиться еще лучше. Сознательные люди. Отлично же экзамены проходят. Быстро. Вы так смотрите, как подозрительно на меня. Не, я не утверждаю, что нужно всегда делать, но если так вот. Вот у нас, понимаете, вам некогда, мне некогда. Мы тогда это по-честному просто, просто по-честному. Примем экзамен и все. Неужели вы не знаете, насколько вы подготовились? Зачем я буду вас допрашивать? Допрос. Скажи это, скажи то, чтобы выяснить, ковырять, что вы не знаете. А вы же знаете, что это не учили эти вопросы? Ну, и чего? Как честный человек говорит, я знаю на четверку, потому что я не выучил того-того-того. И на тройку вы знаете, уже люди опытные. Вы знаете, что такое тройка, что такое четверка. Что тут? Так, ну что? Тут понятно, значит. То есть, если вы рассматриваете общество, то одним природными узами нельзя ограничиваться. Это тоже к обществу относится, верно? Но никоим образом нельзя ограничиться природными узами. Сколько угодного есть случаев, когда у мужа с женой хорошие отношения, а у дочки, у жены со своей мамой и у зятя со своей тещей плохие. А у мамы кровно-родственные отношения с дочкой, отношения плохие. А с мужем хорошие. А что уходит тогда от родителей, с ними самое хорошее отношение? Они живут потом с чужими, можно сказать. С чужими, да? Ну, потом по детям-то родственниками становятся вроде, если дети есть. То есть, кровно-родственные отношения не пропали. Если вы возьмете вот Энгельса, замечательная работа, я про нее уже говорил, происхождение семьи, частной собственности и государства, я ее вам очень рекомендую. В отличие от этой такой сложной довольно работы, и может быть даже, ну, вот как, с точки зрения художественной, не очень интересной. В том смысле, ну, так нет тут захватывающего такого, знаете, как произведение художественного. Читаешь, вот, заклевываешься. А там есть. Так написал Энгельс этого происхождения, частной собственности. Вот такую короткую книгу. И вся история, вся история мира в жадном виде до капиталистической эпохи. Включая капиталистическую эпоху. Блестящая совершенно работа. И там он такой тезис выдвигает, что в основе человеческой истории лежит производство, воспроизводство непосредственной жизни. А что значит производство, воспроизводство, непосредственной жизни? Это производство людей. Людей это производит и воспроизводит или не воспроизводит? Производит, раз. Потом воспитывает этих людей, там, детский сад, школа, вуз. Потом он запускает, а не вылетает. И, значит, сами начинают других воспитывать. Оно еще, кроме этих самых равнородственных отношений, а производство непосредственной жизни – это материальные блага. Для того, чтобы жить, нужно есть, пить и одеваться. Поэтому вот в основе всего человеческого развития или жизни производство из производства самого человека и материальных благ для его существования и развития. И от этого никогда нельзя будет абстрагироваться, потому что я могу не производить, вы можете, ну, кто-то другой производит. Я не строил этот дом, вы не строили этот дом. Ну, кто ведь построил этот дом? Я не делал этот стол, вы не делали этот стол. Ну, кто-то сделал этот стол. Я этого не делал, доску. Вы не делали. Или вы делали? Нет. Ну, вот. Ну, кто-то же сделал. Кто-то вот эту технику принес. Ее нужно было сделать. И так далее. И причем, конечно, начнем копать, сколько человек это делало. Вот это вот оборудование, вот еще если открыть оттуда, Ясно, оно не все только в нашей стране сделалось. Оно и за пределами нашей страны. Вполне возможно, что-то в Японии, что-то в Южной Корее. Так, там сидят люди, которые нас с вами не знают. Мы их не знаем. Но мы пользуемся плодами их труда. Вы электричество знаете, кто нам это делает? Когда вы свет включаете, это что? Это же электроэнергия. Кто вырабатывает? Вы вырабатывали эту электроэнергию, нет? А вы Лезинскую банку не крутили никогда? Ну, можете вырабатывать электроэнергию, если дать вам ручку и динамо-машину? Можете, ну, немного. Но вы же все время включаете, выключаете. То есть научились включать, выключать. А кто-то ведь ее делает, эту электроэнергию. Их делают ее где? Детскать, вода. Что значит вода? Там есть люди, которые обслуживают турбины, которые поддерживают их. Если поддерживают, если не поддерживают, они все взрываются. И бывает авария. По 70 человек погибает во время аварии. Или там, вот этот уголь, который добывают, его используют на теплоэлектростанции. Там. Ну, вот недавно на шахте взрыв, который унес жизни нескольких десятков человек. Шахтеров и спасателей. Нас это вот как бы не затронуло. Но они-то, вот этот уголь пойдет куда? Он пойдет на то, чтобы у нас было в домах тепло и чтобы горел свет. Ну, а это? Ну, это я уже подробности всякие начинаю. А вообще, в основе человеческой жизни, в основе общественного развития, пишет. И в основе исторического развития лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. Такая гениальная фраза, которая составляет суть историко-материалистического метода. Что в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. Вот все сведено к такой краткой, лаконичной формулировке. Короче, уже нельзя сказать. Только раскрывать можно, что вот это. Непосредственная жизнь – это производство людей и производство материальных благ. До основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. Так. Ну, вот мне кажется, что мы с вами можем перейти к тезису седьмому. Если нет протестов, нет, я не вижу, никто не протестует. Так. Седьмой тезь очень простой. Кто хочет выступить по тезису седьмому? С учетом того, что вы, как мы выяснили, кто учится. То есть не я учусь, а учатся вот здесь все остальные. То вы вообще, у вас в планах учебы, Сергей, вы моим ассистентом побудьте еще, вот в планах учебы у вас нет такой научиться выступать, хорошо? Конечно. Есть такое в планах? А как научиться выступать, хорошо? Что для этого нужно делать? Наверное, церковный статус умения. Надо выступать, правда? Да. Вот если научиться плавать, кто-нибудь научился, вот я вам буду рассказывать, как плавать кролем. Научитесь вы плавать кролем? Нет. Давайте, а вас научу брасом. Буду рассказывать, как брасом. Научитесь вы плавать? Нет. То есть как научиться плавать? Еще ни один человек не научился плавать, если он не стал плавать. То есть он сначала барахтается, он там держится на воде и так далее. То есть вот я обращаюсь к вашему разуму, как студентов. Если вы учитесь, а мы выяснили, что тут однозначно все согласились, и никто не спорил, что учитесь вы, а не я. Но я в порядке. Я тоже, может, учусь. Учусь чему? Как помогать студентам учиться? Это моя, так сказать, задача. Потому что тоже есть разные способы, как помогать. Но, в общем-то, здесь главной фигурой является студент, он учится. И в планах у него как выдал. Это вот все промолчали, а один человек вас предал и выдал. Что вас в планах научиться. Ну не предал, но выдал эту тайну. Научиться хорошо выступать. Хорошо, объективно, обдуманный. А какой способ? А это побуждает еще и хорошо заниматься. Потому что вы чувствуете, как вы будете хорошо выступать, если вы не разобрались. То есть это связано. То есть сами вы начинаете, как известно, трудно себя за голову вытянуть. Начинаете себя вытягивать вверх. Вверх, правда, не вниз заталкивать, а вверх. Поэтому я очень рекомендую. У нас есть такая возможность сейчас. У нас теплая дружеская обстановка. Видите, никто на вас не кричит. Никто вас не подгоняет. Никто вас не обижает. Никто вас не забивает. Пожалуйста. А бывает обстановка. Вас перебивать. Говорит, вы такой-сякой сукин сын. Что, не бывает такое? Когда всякие бывают публичные выступления. Люди там говорят, чего только они. Или вот в комментариях. Не ходили про вас. Можете про меня в комментариях почитать. Вот сейчас повешено два ролика. У Гоблина, у Кучкова. Один называется разведопрос Михаила Васильевича о философии. Который посмотрело 101 тысяча человек. А второй вчера повешен. Разведопрос, двоеточие. Михаил Васильевич Попов о фашизме. Вот первый посмотрелось 101 тысяча человек. Второй 40 тысяч человек. Ну и что думаете? Так прямо все говорят. Такое замечательно. Так прямо хорошо. А нет, кто говорит. Какой-то пришел. Такой-то чушь пойдет. Ну, примерно. Думаете, нет таких? Есть, конечно. Вообще, если вы что-нибудь хорошее сделаете, вас обязательно кто-нибудь обольет грязью. Как показывает опыт. Вы же опыт изучаете. Вот сделайте что-то. Если вы ничего не делаете, вроде как вас не замечают. Может, только наступите и раздавите. Тоже может быть такое. Знаете, когда-то бывает, он бессловесный. Он нигде ничего не занимает, ни за что не выступает. А с ним не считаются, как с человеком. Но если вы выступаете, обязательно будут недовольны. Вот уже было. Сегодня мы все время. Смотрите, вы выступаете, говорите что-то умное и хорошее. А я все время на вас нападаю. Вот тоже пример. Говорят, это не так. Давайте глубже, давайте лучше, давайте шире. Но это я же не обзываю вас какими-то... Если вы возьмете и выйдете на более широкий, нам не полагается вообще нападать на студентов. Вот. Студент, это значит, человек, который еще не знает, он еще разбирается. Поэтому ничего последнего в том, что вы чего-то не знаете, просто в принципе не может быть. Это вот я, что я этого не знаю, вот это скажет. Ничего себе. Преподает, а не знает, что преподает. Вот это да. Вот. Поэтому вот такую возможность, как возможность выступать, пожалуйста. Ну, чтобы это немножко усложнить ваше выступление, значит, у вас есть возможность. Кто хочет выставить, может выйти вот сюда. Тогда вы будете не со спины видны, но и лицо ваше будет видно. А кто может посмотреть ваше лицо? Ну, весь мир, потому что мы это повесим. Ну, и чтобы вы знали, вы можете посмотреть и предыдущие. Зайдите на YouTube, там написано, а дальше набирайте фонд рабочей академии, и на этом канале есть занятия по немецкой идеологии, которые проходили в прошлые годы. Они все по-разному проходят, потому что, ну, разные люди, там кто штатного не знает, кто-то другого не знает. Вот. И вы там можете посмотреть, и вы, в общем, достойно там выступали. Я просил, чтобы вы вышли и выступили по какому-то. Вы подготовились? Пожалуйста. А как вы собираетесь? Ну, если вы будете в тепличных условиях выступать, вы будете тепличное горшочное растение, знаете, домашнее. Вы можете там все хотите, можете на окне выращивать. Это не то же самое, что в поле. А настоящие растения живут, твердые и крепкие, они вырастают на приводе, на свободе. Поэтому, что касается меня, вот как преподавателя, я вам такие условия обеспечил. А когда для какой-нибудь сути дела созданы все условия, оно вступает в существование. Значит, я обеспечил, а вы еще не воспользовались. То есть у вас есть основание есть, а основанного еще не совсем есть. Пожалуйста, выходите. Вот, выбирайте любой тезис или любое положение, или любой раздел. А как будет у нас на зачете? Так и будет. Вы выбираете какой-то раздел, который положительно вас характеризует, потому что вы можете его проанализировать. И выступайте. Или я вам должен указывать, вот обязательно вот это. Это мы сейчас пока идем, мы так идем подряд. А так вы сами выберете. Это предполагаете. Вот, я, ну что я могу вам сказать? Я могу только призвать к этому. Сколько я могу. Ну, как-то вот заставлять, даже как-то странно было бы, заставлять вас расти. На святую смешную. Ну, не хотите, не ораторите. Вы хотите вырасти у этого? Оратором стать. Ну, как стать оратором? Как стать оратором? Как научиться громко и ясно излагать свои мысли? Причем на большую аудиторию, чтобы 200 человек, 300 человек слышало, сейчас придут ведь. Ну, кто это будет делать? Ну, вы должны делать. То есть это вот нельзя. Это же не то, что соской накормил. Это взрослые люди. Вы взрослые уже сами собой управляете. Третий курс. Вы уже пошли на снижение. Первый, второй, ну, а там 3-4, это уже где вы? Пошли уже, все, заканчивайте. Заканчивайте свое обучение. Можете не успеть. Чувствуете, нависает уже над нами выпускной, публикационный экзамен. Вот, вам уже советуют выступать чаще и лучше. Люди, хорошие люди вам советуют. Я советую последовать этому совету. Они думают о вас. Надеются, верят в вас. Сергей, но это относится, поскольку в таком же положении, как вы, другие, просто вы, так сказать, со мной уже вступили в диалог. Мы с вами его, как бы, продолжаем. Так. Так что? Кто? Седьмой. Теядец кто? По четвертой. По четвертой. Спасибо. Да. Ну, например, вот мы наблюдаем, вот в одних областях распространено христианство, а в других областях распространен ислам. Это с чем связано? Что там, куда ли другие люди пришли? Дескать, там туда пришел пророк, и там, куда он пришел, там ислам. А сюда пришел Христос. Что-то Христос не на землю пришел, а только вот он и пришел сюда, в Европу, и все. Да? А Будда пришел туда, куда? В Индию пришел. Да? Еще. Вот совершенно верно. То есть это общественными условиями. В том числе и особенностями производства, особенностями жизни. Как вы думаете, почему вот в странах Индокитая едят рис? Потому что золотые слова. Вот человек, вот учитесь, вот учитесь, учитесь. А почему на севере, вот в северных районах России едят ржаной хлеб, а на юге пшеничный хлеб? Почему? Почему на юге не едят ржаной хлеб, а больше пшеничный? Больше любят? А почему любят больше? Потому что рожь там не растет. Да не растет там рожь. Вот и все. А почему азиатский способ производства там в странах восточных, а в чем он состоит? А в том, что феодализм есть, но если, скажем, наши монархи, они что придумают, то и делают, у них обязанностей нету. Хотят, сделают красивый город, как Петр, а хотят, и ничего не будут делать, как другие цари. А если вы мандарин, то извините, поскольку выращивается рис, а рис как выращивается? Видели кто-нибудь, как выращивается рис? Кто был в восточных странах? Так, тут и где-то индийцы должны быть у нас, и китайцы. Вот, есть? Как выращивается рис? Рис? Рис как выращивается? Ну, в воде. Как? В смысле, как? Ну, как он выращивается? В чем особенность выращивания риса по сравнению с другими зерновыми культурами? Какие именно особенности? Обычно, ну, вот, в Китае строились рисовые террасы. Что кидают? В Китае строились рисовые террасы. Ну, да, да. А особенности вы какие вы имеете? Ну, в кое время... Рис сеют или сажают? Сажают. Сажают. Чувствуете разницу? А пшеницу? Сеют. А куда сажают рис? Вот. В воду сажают. А что, везде вода? А как сделать, чтобы была везде вода? Это может сделать отдельный человек или отдельный крестьянин, чтобы везде было... Чтобы у него была вода? Нет. Это надо же, чтобы вот на всей территории, где возделывается рис, была вода. Кто это может сделать? Только государство. Только государство. Поэтому, какой бы он плохой или хороший был мандарин или другой правитель, так сказать, китайский или индийский, он должен для этого, он должен обеспечить и регуляционные, так сказать, сооружения, контроль за этим и поддержание. И получается, что еще никакой основы, так сказать, для того, чтобы было централизованное управление в экономике нету, вроде бы. В Европе еще нету, в других странах нету. А в восточных странах и с самого начала есть, потому что иначе рисовать невозможно. Значит, надо, чтобы все чеки эти рисовые были заполнены водой. И вот в эту воду, вот я был две недели в Северной Корее и встречался там с секретарем ЦК Трудовой партии Кореи. Он говорит, я, извините, я с вами встречаюсь раньше не по субординации, потому что я вот ухожу, там такой порядок, что каждый партийный работник, кроме одного человека, генерального секретаря, каждый партийный работник один месяц должен проработать в каком телеколхозе или совхозе без неосвобожденного секретарем. Неосвобожденный. То есть, если сейчас он, так сказать, партийный работник, деньги за это получает. Нет, вы поедете вот туда, где делают рис, и будете вместе со всеми другими крестьянами сажать в воду рис. И пока его сажают вручную. КНДР имеет очень, так сказать, первое место занимает по урожайности риса. Но это надо каждый рис посадить в воду. И вот люди, поэтому там партийные работники, не такие, как Горбачев. Потому что только один человек там, если он, когда он дорос до генерального, так сказать, вот это не... А так он месяц, ну из 12 месяцев в году он месяц, вместе с другими, и обмолачивает. Я видел, как они обмолачивают. Мы приходим, такие важные, со значками, все в костюмчиках. Начинается разговор, потом они все снимают в костюмчике и начинают показывать, как они снопы. Сначала они их развязывают, потом они обмолачивают, потом они завязывают. И видно, что человек, кто понял, это получается, потому что он к этому привык. То есть, вот из этого, да, если вытекает, что надо... Ну не надо просто, вот как вы правильно сказали, из каких-то химер выводить. Мало ли что в голову мне вредет. Конечно, религиозные фантазии есть, фантазии. Но эти все фантазии, они связаны вот с этими общественными отношениями. Если люди хотят освободиться, там говорят, вот, вера, религия, как освободить людей от религии. Что вы будете говорить, религия – это плохо. Ходите, говорите, не надо, не надо... Вот. Не ходите в церковь. Ну это глупость. То, что надо, надо переустроить жизнь, чтобы человека не угнетали. Потому что в другом месте, Маркс пишет, религия – это вздох угнетенной твари. Если у меня уже будет земная жизнь хорошая, я не буду мечтать вечно о том, чтобы как эта жизнь моя скорее закончилась, и я бы улетел туда на небо, и там у меня будет хорошее. Или, как сейчас учат, знаете, вот говорят, мы там боевиков застрелили. Боевикам этим 19 лет, 20 лет. Нет работы никакой. Нет работы в Дагестане. Вот я был в хорошие времена в Дагестане. Прекрасные там работы. Значит, заводы, фабрики все устроены. Нет никаких безработок. А сейчас закрытые эти глазницы, этих заводов стоят. А вот приходит дяденька и говорит, не хотите стипендию получать, 10 тысяч рублей. И будем вас учить чему? Науке военной и исламу. А потом мы вам объясним, что неверные, если их убить, они в ад все равно попадут. А вы сразу в рай. Оставится вам только надеть пояс шахиды и... Как решить эту проблему? Надо, конечно, там, проводить контртеррористические операции, там, объявлять зоной чрезвычайных действий. Вот тут она проводится, а в соседних районах нет, потому что здесь сидят боевики в этом доме с гранатами, вооруженные, людей убивают. Тут ничего не попишешь. Эти вот люди, вот сказать, военные уже, и другого делать не могут. Но надо сначала сделать так, чтобы не было безработица. Ты в Дагестане. А как вы сделаете, когда вот здесь безработица вези? Вот в чем проблема. Поэтому вот, а я буду бороться с религией как-то. Как я буду с ней бороться, когда у нас безработица? То есть вот человек, который это изучал, вот мы еще всего-то дошли до седьмого дейса, мы такие примитивные, как некоторые люди, так до примитивности, если они в лоб там борются. Вот я буду с вами бороться. А я вот знаю, что у вас стипендия 1048 рублей. Если вы вообще рот открываете, уже хорошо. А он мог бы у вас... А почему вы не отвечаете? А потому что рот не открывается. А почему рот не открывается? Потому что не поел. А почему вы не поели? Да потому что вы уже кончились. Тысяча. Сколько? 480. Если вообще вы приходите, вот пришли люди, это значит, вас сил хватило прийти? Я не знаю, если бы я в 1480 разгулялся на них, пришел бы я вам преподавать или нет. Не сомневаюсь. Может, из-за этого нам больше платят, чем студентам. Но не дошел бы я точно. А я буду на вас накидываться и говорить, вот вы там то, плохо знаете. Так спасибо надо сказать, это герои уже студенты, герои. Они изучают науку в условиях, когда они проголоджут. Или все время их угнетает то, что их родители содержат, они уже в возрасте. А родители содержат, это хорошо. А вот было такое время? Я, например, получал стипендию большую в свое время. Тогда такого не было. Ну, 60 рублей я получал. Чебушевская стипендия. А другие получали 45. Директор Кировского вода 120 получал. Все можно было купить на это дело и жить спокойно. Хочешь учесть, не хочешь не учесть. Это не связано было с материальными обстоятельствами. А сейчас это связано с... Все магистранты, все работают. И вечером занимаются. Вечером они приходят. Их приходит мало. А что я могу сказать? Ну, мало, потому что они работают. Знаете, как сейчас? Неприлично уходить раньше времени. Раньше того времени, когда принято, чтобы вы уходили. А принято через 4 часа уходить тогда, когда закончился уже рабочий день. Сплошь и рядом такое. То есть, что мы сейчас, так сказать, изучаем? Мы не теисты изучаем. Мы изучаем, так сказать, насколько... То есть, мы пытаемся нашу жизнь изучать, но более глубоко. Ну, смотреть на нее неповерхностным образом. Вот я гляжу и вижу. Что я гляжу? Вот я гляжу, вот сидит человек. И что? Так я должен на этого человека посмотреть как носителя общественных отношений, а не просто самого по себе. Вот в чем дело. Так. Можем к 8-му тезису переходить? Мы все-таки продвигаемся. Кто будет говорить, что мы вообще не продвигаемся? Не верьте. Восьмой. Общественная жизнь является по существу практической. И практической выделена курсивом. Все мистерии, которые вводят теорию в мистицизм, находят свое рациональное разрешение в человеческой практике, в понимании этой практики. Вот это такой тезис, так сказать, он может казаться и спорным, да? Что? По существу практической. Он не говорит, что она вся является практической. Что значит по существу практической? Вот наука практическая или нет? По существу да. Потому что наука существует не для науки, а для чего? Вот для чего существует наука? Для того, чтобы ее применять. Скажем, Академия наука существует для того, чтобы были академики, или Академия наука существует для того, чтобы можно было создать программу развития России. Есть программа развития России? дали задание Академии наук сделать программу развития России. Или дали задание, а Академия наук не сделала. Они дали такое задание. И никто не просит. Потому что если сделает Академия наук хорошую программу, то при хорошей программе все правительство будет бегать и выполнять эту вот программу, потому что эту хорошую программу выполнить трудно. Правильно? А когда нет никакой программы, вы заходите ко мне в кабинет, мы поговорим. Вот и все. То есть что такое хорошая программа развития России. Это хомут. На весь управленческий многомиллионный аппарат. Правильно? То есть и каждый снизу будет смотреть, простой трудящийся, и показывать, этого не сделали, обещали вот это. Ничего, говорит, сейчас вот будут выборы, там будут депутаты. А ничего, что вам депутаты делают? Они составляют какие-нибудь программы? Нет, у них свои дела. Депутатом человек встал, получает там 400 тысяч рублей депутат будет сдумывать. И все хорошо. Они же придумали такую штучку насчет стипендий в 1480 рублей. Это кто придумал? Это надо быть депутатом? Ну деньги надо от кого-то брать, или надо поделиться, так сказать, и студентам больше, а депутатскую поменьше зарплату. Нет, лучше депутатскую оставим вот такую, а студенту перерывают. А если кто умрет, так он умрет молодым, это же приятно. Не то, что я вот старый умру, садится на меня. Не смотрится. А так вот и останется светлая память. То есть, правильно вы оценили, что по существу практически. То есть, это не значит, что она доминально практическая. Сколько угодно существует этих непрактических вещей в нашей жизни. Правда? Люди занимаются теорией, люди занимаются каким-то обслуживанием и так далее. Но все это сводится к чему? Что такое практика? Как бы вы ответили на вопрос о практике? Имеется в виду не какое-то низкое такое понятие, что вы ушли на практику. А что значит человеческая практика? Кто-нибудь красиво может сказать, что такое человеческая практика? Вот вы можете сказать красиво. Я вот чувствую. Вы не можете сказать плохо. Пожалуйста. Вот, для преобразования. Не просто применяю. Я применяю и какую-то ерунду делаю. А надо применить знания для преобразования. А слово преобразование это не просто изменение. Правда? Это ее и преображение, это улучшение, это развитие, это совершенствование. Вот. То есть, если мы так смотрим на практику, то есть какая-нибудь область человеческой деятельности. Если какая-то область человеческой деятельности этому не подчинена, то это или бандитизм, или воровство, или мошенничество, или жульничество. Ну, не может быть такой вот области человеческой деятельности, которая не должна была бы быть подчинена вот этой задачи, которую совершенно вы правильно предложили, преобразование нашей всей общественной жизни. А поскольку человек из продукта обстоятельств и воспитания, смотри ранее изученные тезисы, то и преобразование, преображение человека. Какого? Иванова? Петрова? Или всех? Всех членов общества. Всех членов общества. Вот задача практики. Вот это практика. А если мы принизим эту практику до того, что я что-то делаю, ну и что, что ты делаешь? Ну что, что ты делаешь? Вот притча есть про то, как идут люди и встречают человека, он обтесывает камень. Он спрашивает, что ты делаешь? Камень тешу. Дальше пошли. Второй делает то же самое. И вот спрашивает, что делаешь? Строю дворец. Вот вас бы вот встретили мы, вы бы сказали, строю дворец. А вот кого другого, я не называю тут других. Наверное, все так бы ответили. То есть это очень важно. Практика, понимание практики, как чего-то обозвышенного, а не как приземленного. Я что-то делаю. Ну мало ли что ты делаешь. Бывает глупая практика. Сломал. Потому что не подумал. Вы же сказали, применить человеческие знания надо, а не глупость свою применить. Зачем глупость этой применяешь? Глупость и оставь ее. И говорят, что руки у тебя не из того места растут. Это когда человек не умеет сделать, потому что он не знает, что делать. Или практики у него нет. Вы практиковаться-то будете выступать? Нет? С вам. Трибуна для вас, вот это все, она заготовка. Сергей, чувствуете вы здесь? Вы встаете? И говорите пламенную речь. И вся страна наконец понимает, что надо делать. Вы идеи знаете, что? Вы идеи ведь, как говорят, идеи толкнуть, да? Или идеи выдать. Вы идеи знаете, что такое? Или идеи тоже не знаете, что такое? Идеи не знаете, что такое? Так вы безидейные. Вы идейные, но и не знаете, что это такое. Может, вы воруете что-нибудь? Может, это что-то постыдное? Кто-нибудь знает, что такое идея? Что, почем? Да в любом понимании. Ну, вы твой человек, вы впитываете знания. Вы впитываете или я впитываю? Вы впитали знания. Значит, я иду к вам к оснащителю знаний. Я бедный крестьянин, а вы этот третий курс. Институт философии Санкт-Петербургского государства университетов. Выпускает премьеров, президентов и глав администрации. Он на филфаке сидел, товарищ Иванов. Путин с Медведевым сидели на ее факе и так далее. Этот самый Грызлов, где я диссертацию защищал. Который сейчас представителем на Украину направлен. И так далее. Ну, что такое? Идея что такое? А вы скрываете тогда от народа, если вы знаете и скрываете, да? Может, вам дали задание не выдавать. Может, вас партизанский отряд сказали. Если будут только пытать, и даже когда будут пытать, не выдавайте. Не знаете, была такая ситуация? Нашего одного выкрали немцы в войну. И вот там, так сказать, бойцы, его товарищи слышат на той стороне истошные крики, там его пытают. И они не могли это терпеть. Дождались ночи и сделали сумасшедшую операцию. Прокрались туда. Устроили трам-тарам-тарам, а его унесли обратно. И вот он рассказывает. Ну, спрашивает. Он говорит, начали допрашивать меня. Это какая у вас техника? Какие марки, значит, у нас здесь оружие, вооружение? Какие марки, орудия и так далее? Ой, говорит, ребята, учите больно. Учите технику, так бьют больно. Он ничего не выдал. Почему? Не знал. Ну, не знал. Он не мог выдать никак. Может, вы тоже не выдаете идеи? Потому что я узнаю и пойду. Воспользуюсь в другой группе. Другую группу понесу. У меня сейчас будут историки, которые-то, намадисты, туристы. Вот я им и расскажу. Ну, кто? Надо спасти часть группы. Давайте идеи. Что, идеи не знают, что такое? Ну, и в Икеа были, нет? Есть идея, есть Икеа. Есть Икеа, есть идея. Вы не задумывались? Ну, хоть бы это должно вас толкнуть к тому, чтобы задуматься. У них, видимо, есть какая-то идея. В чем идея? Это толкнуть эти товары, чтобы вы их купили. Вот и вся идея. Есть идеи у них. И чтобы вы пошли именно в Икеа, а не в другой магазин. Ну, потому что им не нужна прибыль в другом магазине, им нужна прибыль в этом магазине. Это шведы. Шведы. Дескать, ну, там русские дураки, мы им скажем, вот, есть идеи. Они пойдут. Они все равно не знают, что такое идея. Они будут покупать. Но за идею они готовы деньги отдать спокойно. Даже не знают, что это такое. Народ там идейный. У нас-то безидейный в Швеции. Надо тут делать магазины такие. Я бы хотел вас спросить, но вы уже ответили, чтобы не портить картину. И вас уже не спрашивают. Так, кто скажет? Что такое у нас? Идея – это результат, который хотят воплотить. Так, 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 так. Хорошее что-то. Так, как еще раз вы сказали? Результат, который хотят воплотить. То, что мы хотим воплотить. Это идеал. Да? Но идея дает начало. Но вы лучше сказали результат. То есть результат чего? Что-то вы делать должны или нет? Ну, результат, если результат. Он не может быть сам по себе. Значит, это вы же хотите воплотить, что вы что-то делать будете. То есть как-то он связан с вашей деятельностью. А вы увидите уже, это уже ближе к практике. С практикой связано с человеческой. Значит, идея – это то, что связано с человеческой практикой, а не то, что оторвано от нее. Если у вас просто были всякие мечтания, то это не идея. Да? Вот я сейчас представил. Уже сколько времени-то. Что там представить? Отбивною. Представили? Это что, идея? Нет, это светлый образ. Идей нет. А вот вы уже говорите, некий результат. Результат того, что его сделают, результат того, что мы куда-то пойдем, придем и получим. Результат какой-то деятельности. Правильно? Ну, упрощаю задачу. Идея – это мысль. Мысль. А вот идея о том, что у нас тут над нами потолок. Это идея? Это идея? У меня есть, говорит, идея. Над нами потолок. Все равно забежали люди послушать идею. Оказывается, вот этот человек сказал. Все разошлись сразу. То есть, всякая ли мысль – идея. Ну, вот сегодня 9 градусов минус. Мысль направлена на преобразование действительности? Да, мысль направлена на преобразование действительности. Причем она направлена на то, что дядя Петя будет преобразовывать или кто будет преобразовывать? То есть, эта мысль, идея, если у кого-то она рождается, в общем-то, он участник этого преобразования. Правильно? Ну, вот можем теперь и записать, что такое идея. Это мысль, которая отвечает на вопрос, что делать. Если она вопрос, что делать, не отвечает, это не идея. Вот, на улице сейчас стало тепло или солнечно. Это идея? Нет. А вот что надо сделать, чтобы было светло? Да? Это идея. Что надо сделать? Может, провод надо протянуть? Может, лампочку надо новую купить? Сидит человек в темноте, говорит, а в чем дело? Да вот темно. Так вы думали, что надо сделать? А что надо сделать? Ну, сходите, купите лампочки. Эти перегорели. Верните их. Так это идея целая. Пойти, купить, вернуть. То есть идея отвечает на вопрос, что делать. То есть вся сфера идей, вся наука сюда входит, да? Она вся попадает тогда в эту человеческую практику тоже. В широком смысле, если взять. В широком. Так, у меня есть идея, знаете, какая? Занятие на этом закончить сегодня. И нам никто не сможет помешать, потому что у нас тут с вами единство в понимании этого дела. Потому что мы с вами и так часто встречаемся. Надо даже отдохнуть друг от друга, так это приятнее будет. В следующий раз мы увидимся с вами в понедельник. Да? Да. А вы выходите в понедельник? А? Чего в понедельник? Все нормально в понедельник. 7 марта. Все, спасибо. Сергей, вот я персонально вам говорю, делаю персональное предложение. В следующий раз встать сюда и выступить по какому-нибудь тезису. Готовьтесь. 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 На вас вся надежда. juntать. Готовьтесь. Готовьтесь. Продолжение следует...